В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Банду из 48 черных риэлторов судят в Самаре. Незаконным путем они присваивали квартиры в течение четырех лет. Жертвами обычно становились пенсионеры и люди, которые вели асоциальный образ жизни. Преступное сообщество состояло из нескольких групп следствия, поэтому громкому делу длилось более двух лет. Что грозит, обвиняемым расскажем прямо сейчас. Заседание по делу черных риэлторов должно было начаться в 9 часов утра. Но для того, чтобы собраться всем участникам процесса, потребовалось два часа. Дело беспрецедентное, только обвиняемых 48 человек, плюс 50 адвокатов и 39 потерпевших. В здании суда просто не нашлось такого зала, чтобы вместить всех участников. Поэтому заседание перенесли в культурный центр МВД. Ущерб от действий преступной группы оценивают более чем в 90 миллионов рублей. Он связан с жилищными махинациями. Дело обещает быть громким и долгим. Помещение с решетками – необычная декорация для концертного зала. На скамье подсудимых – те, кого подозревают в мошенничестве, подделке документов и участии в организованном преступном сообществе. Более 40 человек – это уже большое количество. Также надо понимать и тяжесть совершенного преступления. Дело расследовалось более двух лет. Поэтому, да, дело очень масштабное. В связи с этим была создана группа гособвинителей. По версии обвинения преступная схема работала четыре года. Почтальоны и соцработники искали одиноких пенсионеров и алкоголиков. К ним сначала втирались в доверие, а после вывозили подальше в область. В это время риэлторы оформляли жилье на себя. Проворачивать сделки без участия собственников им помогали сотрудники рекпалаты. Незаконно полученные квартиры после перепродавали. Они продали мою двухкомнатную квартиру, купили мне однокомнатную. Однокомнатная оказалась наследником. Все это, в конечном итоге, всплыло. Гражданские суды, естественно, на стороне этого наследника. А мы остались без всего. У меня была похищена квартира в Самаре. И на эти деньги куплен бомжатник, принадлежащий Тюменцевым в Нефтегорском районе, в селе Утюжков, в который возили таких же жертв, опаивали, забирая квартиры в Самаре. По материалам дела, черные риэлторы завладели тремя десятками квартир законным хозяевам. Пока вернули только половину из них. Преступный бизнес, по версии следствия, организовали известные в Самаре риэлторы Ирина Тюменцева и Оксана Пименова. По прогнозам обвинения, рассмотрение этого дела продлится не меньше 9 месяцев. О зависимости от роли каждого в преступной группе подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы и крупные штрафы. Без крыши над головой остались две семьи. Пожар в Самаре на улице лейтенанта Шмидт уничтожил два частных дома. Пламя разгорелось ближе к вечеру. Чтобы его потушить, сотрудникам МЧС потребовалось полтора часа. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Наша съемочная группа одной из первых была на месте ЧП. Пожар начался примерно в половине пятого вечера. Горят два частных дома, сарай и баня. Пожарные работают в крайне сложных условиях. Воду приходится специально подводить здесь, безводный район. Сейчас здесь находятся 12 пожарных расчетов, 70 человек личного состава. Локализовать огонь удалось почти через час. Пока сотрудники МЧС тушили пламя, взорвался газовый баллон. По предварительной версии, сначала загорелся один частный дом, затем пламя перекинулось на другой. В результате без жилья остались две семьи. Жертв нет. Людей спасло то, что когда начался пожар, они были на работе. Дома находилась лишь дочь Владимира Шевченко, Оксана, беременная. Женщина, рассказывает ее отец, чудом успела выбежать, но все же получила ожоги. И то она вон-то обожглась, успела выскочить. Полыхнула сразу, говорит, прямо оттуда. Ветром потащила и все. И нахрен. И вот только вот успели вон за вороты выскочить. Сгорело все. Имущество, документы, деньги. Как все начиналось, видела соседка Людмила Мережка. Она и вызвала пожарных. Вот с той стороны сразу заполыхало. Ну, строение, видимо, такое уже старое, деревянное. Мгновенно. Мы увидели, сразу позвонили к пожарникам. Сначала видел грохот, потом огромное пламя. Как люди остались без жилья. Я их, естественно, чем смогу, тем помогу. На улице лейтенанта Шмидта и на соседней профсоюзной сплошь частный сектор. Немного поодаль. Стройка. Возводят многоэтажку. По словам жителей, дома здесь полыхают не впервые. Люди считают пожары не случайны. Я сама на парковой бочке. Вот мой третий дом. Вот. Я не застрахована от поджога такого же, как подожгли вот эти дома. Их подожгли. Это явно сто процентов. Тут стоял один дом. Сгорел. Сгорела пожилая женщина, старушка. Потом сгорел второй дом. Там сгорел мужчина. Теперь сгорел третий. Теперь третий дом сгорел. И четвертый. Все по одной линии. Понимаете? Это же не может быть случайностью. Владельцы сгоревших домов намерены заново строиться. Хотят остаться жить на своей земле. Причины возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты. Подняли по тревоге. В Самаре экстренно эвакуировали жители 81-го дома по улице Братьев Коростелевых. Во время ремонта канализации в подвале нашли предметы, похожие на мины или дымовые шашки. Их обнаружили в одной из подвальных кладовок. Через пять минут после звонка в экстренные службы на место прибыли спасатели, полиция и медики. Эти предметы были удалены. Сейчас они находятся на экспертизе. Предположительно, что все-таки там у лежит дымовых шашек. Но тем не менее мы должны были отреагировать, посмотреть на эту ситуацию. Кладовка принадлежит людям, которые давно в нашем доме не проживают. Здесь много людей было. И собаки были, и саперы были. Очень много. Во-первых, все прикрыли движение. В ход нельзя было заехать ни в арку. В течение час устранили. Сотрудников мэрии Тольятти подозревают в мошенничестве. По версии следствия, должностные лица под предлогом заключения договоров на размещение торговых киосков собирали деньги с предпринимателей. Было произведено 8 обысков, изъяты документы, крупные суммы денег и даже незарегистрированное оружие. По делу задержаны 5 человек, двое из которых являются работниками мэрии Тольятти. Следствие продолжается. Полиция обратился в местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица путем мошеннических действий причинили ему крупноматериальный ущерб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица мэрии Тольятти по предварительному сговору, шляли сбор денежных средств местных предпринимателей. Большой автобус потребовался, чтобы вывезти из Самарской области почти полсотни нелегалов. Перед депортацией 40 граждан Узбекистана и 7 уроженцев Таджикистана, нарушившие миграционный учет, содержались в миграционном центре в Тольятти. Оттуда до железнодорожного вокзала в городе Уральс. В Казахстане их сопровождали судебные приставы и инспекторы ДПС. Всего за этот год из Самарской области судебные приставы выдворили уже около 500 иностранцев, нарушивших закон. Обычно депортация одного такого нарушителя на самолете обходится казне в 90 тысяч рублей. Чтобы снизить траты, на этот раз они будут добираться до родины на автобусах и поездах. А дорогу домой им оплатили представители национальных диаспор Самарской области. Нам было предложено начать выдворение, используя наземный транспорт автобусы. Этот путь, он менее затратный, позволит нам быстрее разгрузить спецучреждения и дать возможность нашим коллегам, сотрудникам полиции, более эффективно работать. Благодарственное письмо, коробку конфет и ценный подарок полицейские вручили женщине, которая помогла раскрыть тяжкое преступление. В одной из квартир дома, где живет Елена Петри, было обнаружено тело мужчины, который при жизни злоупотреблял алкоголем. Елена видела, как двое пьяных мужчин выносили из подъезда телевизор, после чего скрылись на автомобиле. Госномер машины она сообщила в полицию, это и помогло раскрыть преступление. Злоумышленников задержали, а наблюдательную горожанку поощрили за активную гражданскую позицию. Елена Петри, мать двоих детей, сейчас ожидает третьего. По ее словам, сообщить в полицию номер машины преступников ее подвигло материнское чувство. Она испугалась за своих детей. Я считаю, что каждый человек должен охранять свой дом, свою семью, и только так мы сможем оберегать все, кто рад. Я живу с детьми, если будут ходить такие люди там постоянно, то это очень неприятно, даже смотреть детям на это плохо. Преступники установлены, они арестованы. В настоящее время идет расследование данного уголовного дела. Именно вот благодаря активной жизненной позиции этой женщины, Елены Алексеевны, удалось раскрыть в кратчайшие сроки это тяжкое преступление. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова